привет дорогим моим любимым такие вот у меня зубки я считаю что зубы для моего возраста для меня у меня очень хорошие я не отбеливала их никогда не полосками никакими-то другими средствами единственное что да иногда я пользуюсь отбеливающими пастами иногда я пользуюсь раз в год у солога и стоматолога по профессиональной чистке зубов я удаляю камень я удаляю налет я удаляю все лишнее и конечно же у меня есть новая замечательная щеточка про которым я про которую я расскажу в одном из коротеньких видео которые будут очень полезны потому что такие вот разговорные видео любят далеко не все коротенькие видео которые очень такие интересные полезные вещи я показываю они доступны для того чтобы их посмотрела большое количество людей поэтому я считаю что такое видео будет намного более полезно если я просто покажу да свои средства свои пасты а сегодня я же хочу рассказать видео про то как нужно действовать когда у вас выросли зубы мудрости сегодня о зубах мудрости мы поговорим первый зуб мудрости я почувствовала после рождения моего ребенка мне было уже не так мало лет лет двадцать шесть двадцать семь наверное и я почувствовала ребенка я родила два месяца назад я почувствовала что у меня какая-то проблема вот здесь то есть было больно и три дня я делала то что делают все нормальные люди китана луна и статам что помогает еще кому-то аспирин говорят помогает мне лично он вообще даже головной боль не снимает сало это вообще отдельный разговор никогда не пробуйте прикладывать больному зубу сало потому что это вообще не помогает я вам сразу скажу я вот сколько раз пробовала мне каждый раз говорят да вот надо соленые или не соленые или оттягивает там что угодно делает ничего не помогает ребят вообще вот это сало просто забудьте значит делала все что угодно пока у меня не появилась огромнейшая шишка во рту и эта шишка называется флюс когда гноится не только зуб не только десна но и челюсть тоже страдает и вам просто волей-неволей приходится идти к врачу я поехала к врачу я поехала к маме в больницу меня посмотрел стоматолог и сказал на завтра мы будем этот зуб оперировать потому что это не что иное как зуб мудрости который для и для вашей челюсти слишком маленький то есть челюсть слишком маленькая для вашего зуба еще одного и он пошел расти в челюсть поэтому его нужно будет выдалбливать его нужно будет раскрашивать и вынимать я очень боялась я плакала это был первый зуб который после наверное вот этих вот молочных которые меняются мне должны были вырывать для меня любое вмешательство такое это очень негативно и я с трудом пошла туда с утра пораньше меня переодели в одноразовые комбинации как это называется такая вот марлевая надели на меня шапочку прокварцевали в предбанечке а привезли в настоящую операционную под большой яркой яркой лампой я 45 минут видела глаза врача в маске эти глаза были очень сострадающие эти глаза были очень жалеющие меня все 45 минут я чувствовала боль мне кололи 6 ампул обезболивающего 6 ампул этих они плохо на меня действовали потому что видимо то ли от страха от адреналина да вот это все когда связывается с обезболивающим еще говорят что если пить алкоголь но я кстати не пила в тот вечер алкоголь алкоголь тоже притупляет действие обезболивающих средств видимо у меня от страха или обезболивающая была не очень качественная или то что на меня не действует 45 минут я чувствовала когда он долбил и когда он вынимал и после 6 ампул я перестала конечно же чувствовать но для сердца и для организма вот эти вот 6 ампул они сделали свое очень негативное дело мне было очень плохо ну знаете как вот хреново невозможно не встать не сесть конечно ни о каком покушать и речи не идет в туалет бы сходить но ты не можешь встать настоящая операция это знаете ощущение как после общего наркоза ты не можешь ничего делать ты не можешь открыть рот отек просто как будто бы вот эти вот алкоголики которые в приемном поколе лежат если вы когда-либо видели что такое большая городская больница это алкаши которых просто да набили по лицу они навалялись в снегу они пили водку и вот им вот так вот заматывают все лицо полностью бинтом да чтобы как после аварии мне замотали так же и так же я целые сутки пролежала в палате у меня было очень плохо у меня была разворочена вся челюсть врач сказал что это из-за того что я дотянула если бы я это сделала вовремя если бы я пришла и удалила этот зуб когда нужно было то есть сразу не ждала три дня прежде всего пойти да не прикладывала бы это сало то все бы прошло намного проще я два месяца с ужасом вспоминала происходящее и через два месяца когда у меня заболел зуб на другой стороне я поняла что мне необходимо бежать к врачу и удалить этот зуб второе удаление было проще я его удаляла в обычной поликлинике в своей я пришла туда и сказала у меня болит зуб у меня довольно таки тяжелый случай врастает челюсть потому что ну вы понимаете что челюсть если симметрично если для одной стороны не хватило места для другой тоже не будет хватать зубы мудрости это очень большие зубы это примерно как семерки то есть шестерки самые да такие большие жевательные на них обычно есть все пломбы мыслимые и немыслимые семерка чуть поменьше и восьмерка ну может чуть поменьше семерки но тем не менее это такой же большой коренной зуб полноценный да и конечно если ему нет места он уже нигде расти не будет я удалила этот зуб намного проще уже без каких-то сверх проблем без шести флакончиков мне наверное второй все таки пришлось открыть но тем не менее удаление нижних зубов труднее чем верхних происходит тем не менее я полоскала пропила антибиотики дней пять наверное и восстановилась опять к жизни и несколько лет я не чувствовала а кстати я тогда сразу спросила как насчет верхних зубов будут ли они лезть не будут и мне сказали так у вас уже выросли и встали и все в порядке с верхними коренными зубами я сказала когда же это произошло у меня были снимки ортопантограмма по моему называется это круговой снимок вашей челюсти и мы сравнили по времени оказалось что две верхних восьмерки два верхних зуба мудрости выросли у меня тогда когда я была беременной я не чувствовала боли я не чувствовала ничего распирающего да что у меня лезут зубы не было крови я не чувствовала как рвется челюсть это еще тем кто считает что беременность это такое да состояние блаженное ешь что хочешь делай что хочешь да там абсолютно обычное вы понимаете настолько организм начинает работать на то чтобы чтобы только выносить ребенка что нету боли вырастает зуб мудрости вылезает я знаю что даже мужчины с трудом терпят эту боль у них есть и температура и насморк и все как у маленьких детей у беременной меня выросли две восьмерки я не заметила даже если бы мне не сказал врач я бы не поверила что у меня уже есть эти восьмерки и вот я много лет ничего не чувствовала и тут я чувствую время мне как раз было брать путевку в Турцию об этом я рассказывала в прошлом видео про страховки я чувствую что мне нужно ехать в Турцию и за неделю примерно у меня заболевает зуб настолько сильно что я не могу кушать у меня вроде как и болит один зуб и другой и семерка и восьмерка и все что угодно но что именно я понять не могу я иду в поликлинику мне говорят с зубом все в порядке я иду к другому врачу я иду к заведующей поликлиникой стоматологической никто ничего не может найти мне этот зуб открывают закрывают опять высверливают чего-то там пытаются найти кариес ничего не находят мне пытаются найти дополо ничего не находят в общем мне говорят что перед поездкой мы ничего не будем делать поэтому извините но ну вот что-то болит и так далее я в полном отчаянии мне лететь сегодня в Турцию у меня куплены билеты вы как понимаете билеты не возвращаются да такие деньги у нас куплена путевка на меня и на ребенка нам нужно лететь я не могу ни есть ни пить вообще никакой радости дедушка договорился со своим врачом она замечательный протезист в одной из клиник и я к ней приезжаю она мне все прощупывает смотрит снимки и говорит это воспаление лицевого нерва и она говорит правильно что ты приехала потому что если не лечить это то может перекосить на одну сторону вот знаете да таких людей у которых перекушено там один глаз что-нибудь подергивается еще это вот как раз тот случай когда лицевой нерв задействован она говорит сто процентов у тебя все там в порядке просто через восьмерку проходит этот лицевой нерв нужно его удалять мы его удаляем она мне кладет губочку говорит все будет в порядке и через два часа я должна лететь ехать в аэропорт и улетать я улетаю и у меня там две-три недели сколько мы были ничего не болит ничего не болит меня ничего не беспокоит муж берет мне дополнительную страховку об этом я рассказывала в прошлом видео у меня все в порядке все замечательно и когда я прилетаю через три дня у меня начинает опять болеть и раз смотрю кусочек как будто бы выходит я думала что остался корешок хотя вроде все были на месте при удалении я еду в клинику и врач говорит просто я очень сильно видимо дернула а челюсть у тебя хрупкая и мы сломали лицевую кость вот как такое может быть скажите вроде бы хороший врач вроде бы хорошо все с зубами и с кальцием в порядке ну вот бывает такое но это мы поправили с ней не трудно единственное что пришлось опять делать анестезию пришлось опять делать мини удаление такое да мы убрали кусочек лицевой кости и в принципе ничего такого особо страшного не произошло но все равно я вам хочу сказать неприятно все равно какой то такой осадочек остался с этих пор прошло несколько лет и эти несколько лет я знала что что то произойдет еще потому что есть еще одна восьмерка есть не симметричная челюсть есть один лишний зуб вот для меня все должно быть идеально если накрашены ногти да и один из них оцелоится я сниму все я не буду чего то докрашивать я не буду чего то там подмазывать я сниму все и сделаю себе новый маникюр да если будет что то не в порядке во рту то же самое один лишний зуб он не давал мне покоя несколько лет он был нормальный здоровый но немножечко прикусывала я щеку я немножечко прикусывала вот эти мягкие ткани они чуть-чуть воспаялись постоянно и я постоянно чувствовала что его надо удалить решение пришло как обычно совершенно неожиданно когда здесь под новый год все же случается не просто понимаете все случается именно тогда когда оно должно случиться и у меня очень сильно воспалился рот я очень страдала я ходила по врачам я была у терапевта потому что это было не воспаление зуба это было воспаление именно мягких тканей рта терапевт говорила это не мой профиль я отправляла меня к лору я лора отправляла к другому терапевту и терапевт отправлял к дерматовенерологу и ничего никто не мог найти меня смотрели все и меня смотрел онколог и меня пересмотрели половина наверное врачей мыслимых и немыслимых и смотрела моя сестра и смотрела мама в результате конечно же смотрела стоматолог которая выписала мне направление к хирургу я пришла к хирургу я удалила этот зуб и все встало на свои места вот этот зуб который не давал нормально и симметрично закрываться челюсти он удалился самым простым и замечательным способом я пришла в надежде конечно же что ничего не случится потому что мне дали талончик на котором было написано время 8.40-8.50 я подумала ну за 10 минут ведь ничего не сделаешь что сделаешь за 10 минут конечно же это будет простой осмотр у хирурга стоматолога я пришла в поликлинику ровно в 40 минут я шла по коридору я ушла в другое крыло потом я поняла что я не туда когда на пути к кабинету я встретила молодого парня которому по виду я подумала лет 20 он был похож на ангелочка беленькие голубые глазки он шел я говорю доктор видимо я к вам я посмотрел немного недоверчиво я говорю если вы конечно доктор и доктор мне сказал давайте пройдем он посмотрел и говорит а вы пришли по какой причине я говорю доктор а я пришла по причине того что мне нужно посмотреть зуб и он говорит а что мы его будем смотреть а вы же смотрели его уже у терапевта а у хирурга открывайте рот если у вас нету никакой аллергии на обезболивающие то просто давайте открывайте рот и окончим с этим я говорю доктор вот вам не кажется что его можно сохранить а может он пригодится и мне доктор тут же вколол укольчик спереди сзади сказал прижмите щеку и подождите пять минут через пять минут может быть даже меньше доктор пришел сказал откройте рот я посмотрю и я начала что-то лепетать типа а вы точно поймете что мне не надо больше что я ничего не чувствую в это время доктор просунул что-то в рот и причем это что-то не было похоже на полоскогубцы это не было похоже на те зубодробительные да аппараты которые я насмотрелась БСМП и в ту же секунду доктор вынул руку вместе с моим зубом выбросил зуб в плевательницу выбросил туда перчатки дал мне ватку в рот сказал зажмите и не открывайте ваш рот десять минут через десять минут вы можете открывать рот через два часа пожалуйста кушайте пейте и у меня были такие глаза я ему сказала все он не сказал что вы еще хотите я вышла вниз я написала маме я написала сестре смс я посмотрела на часы и время было ровно восемь пятьдесят то есть от восемь сорок до восемь пятьдесят прошло десять минут за это время я успела поговорить с доктором высказать все свои опасения я смогла удалить зуб одеться написать ну вот не в верхнюю одежду но тем не менее снять бахилы написать две смски и немножко посидеть отойти от этого понимаете да то есть я очень благодарна такому врачу я считаю что вот владимир юрьевич это просто ангел а не стоматолог которого я буду наверное всегда помнить потому что это врач который действительно творит чудеса который умеет вырывать зубы даже таким нервным девушкам как я без лишних слов без лишних эмоций без лишних усилий и без страха вот суть в том что я хочу чтобы вы не забывали мои истории про 4 зуба про то что каждый раз когда я хотела сохранить нужно было просто довериться и удалить 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 без сожаления возможно удалять даже попарно восьмерки это лишние зубы которые абсолютно нам не нужны не бойтесь их удалять не бойтесь удалять вообще зубы не бойтесь лечить не пользуйтесь салом и другими различными полосканиями лечите пожалуйста рот это очень важно для того чтобы не бояться для того чтобы не трястись когда вас смотрят онколог пожалуйста занимайтесь своими зубами и всего вам самого хорошего я желаю вам здоровья счастья следите за собой берегите себя любите себя до встречи в следующих видео на канале катарина вебер всем пока спасибо спасибо спасибо